всем привет я сегодня хочу с вами поделиться информацией как наша семья пользуется сервисом онлайн здоровье основная идея в чем в том что с момента рождения и до ухода в мир иной человек проходит основные этапы своей жизни первое это когда у человека ничего не болит и у него все хорошо и у него просто все отлично и замечательно 2 этап жизни это когда начинают появляться первые симптомы ой что-то у меня тут болит ой мне сегодня кровь из носа пошла ой я не домогаю то есть молоточек да начинает стучать и говорит что с нами что-то происходит не так ну и третий этап это когда уже есть заболевание и человек вынужден уже обращаться к врачам и получать лечение за последнее время появилась категория людей которая перестала заботиться о своем здоровье ходить фитнес ходить бассейны ходить тренажерный зал есть конечно та категория людей которая ведет активный образ жизни и очень заботиться о своем здоровье но а хотим мы с вами этого или нет но болезнь существует от нее никуда не спрятаться и независимо от того общаемся мы с людьми или нет процессы эти все необратимы то есть в любом случае мы стареем с возрастом и у нас все равно появляются разные заболевания и нам приходится обращаться к врачам нам приходится это делать хотя много людей но я в том числе я не люблю ходить к врачам потому что еще в детстве я стоял на учете у меня были проблемы жкт я очень часто лежала в больницах я постоянно была в санатории когда мне исполнилось 18 лет мне дали карточку и сказали теперь иди во взрослую поликлинику вставай на учет я этого делать не стала мне была вот такая толстенная карточка я ее спрятала в шкаф и я не пошла я пошла в поликлинику и просто когда у меня там заболело горло и обращалась больницу я просто завела тоненькую карточку вот такой был у меня секрет я начала следить за своим здоровьем занималась по системе иванова обливалась использовала разные способы знала уже что принимать как предотвратить но так или иначе все равно мы с вами обращаемся к врачам так вот на сегодняшний день все переходит в онлайн онлайн доставка онлайн яндекс доставка еды ну в общем все 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 всевозможные сервисе начинают работать онлайн профессия до очень распространена онлайн бизнес мы не выходим из дома мы работаем онлайн и вот наша задача на сегодняшний день но это мое мнение сформировать культуру здоровья чтобы люди научились жить на опережение жить на опережение на свое здоровье не только фитнес-центре не только когда мы идем плавать или не только когда мы идем на прогулку но чтобы мы жили на опережение что могло бы предотвратить ту ту нашу болезнь кота которая могла бы развиться потому что сейчас на это смотрит весь мир и ведь нас с вами мир оценивает не как просто здоровье а как цифровой профиль человека то есть заранее нужно понимать и предугадать первые симптомы это конечно же выглядит фантастично но это наша реальность смотрите с 2012 года началась убыль населения и чтобы это предотвратить в российской федерации в 2017 году вышел закон о том что разрешены медицинские онлайн консультации знали об этом я вот не знала например на самом деле и это стали внедрять еще раньше в 2007 году всемирная организация здравоохранения призвала все страны что необходимо внедрять онлайн консультации и цифровую медицину как к этому относиться мы относились с недоверием например раньше да и мы не понимали что это такое и возможно ли это и это на сегодняшний день вообще ни с чем не сравнить у нас у нас начала появляться абсолютно другая медицина которая позволяет многое сегодня у нас с вами есть умс дмс частная медицина частные клиники и частные онлайн обращение да это новая возможность и у кого-то например мы с вами можем ну там сомневаться а ведь мы с вами все учимся жить здесь сейчас учимся прямо здесь в моменте так давайте же тогда мы с вами будем и в моменте получать любую помощь как вот сегодня например я получила до карту тиньков не привезли или мне сегодня прямо раз и привезли отсюда привезли лекарства да тут все в моменте хорошо тогда же нам с вами и важно насколько квалифицированная будет помощь наших врачей да а с какой организации лучше работать а с какой компании лучше работать в том году и у меня было здоровье 20 европейская юридическая служба у них произошла коллаборация не стали оказывать не только юридические услуги а стали оказывать еще и услуги здоровье 20 классно здорово очень понравилось особенно когда у нас началась пандемия а мы еще в чужом городе мы не знаем куда позвонить что делать да мы обращались мы обращались мы фотографировали например снимок загружали в онлайн сервис и нам врач прямо прописывал что нужно делать например обследовать родинку родинку фотографируем и отправляем еще была акция и мои друзья знакомые тоже ты услугой могли воспользоваться в этом году я попробовала и наша семья пробует сбер здоровья я являюсь партнером компании greenway и летом появилась такая услуга сбер здоровья это приложение я его скачала установила чем она меня привлекла ну во первых это всего тысяча до для партнеров компании greenway это стоит тысяча на год все остальные услуги бесплатно какие есть возможности то же самое видео чат с врачом я могу написать задать вопрос могу получить консультацию письменно могу устно ну и еще я раз нахожусь городе сочи я вижу все врачи которые есть платно там есть даже скидка если я раз я являюсь участником сбер здоровья есть скидка например услуга какого-то врача мне может стоить гораздо дешевле есть ветеринарка также я могу снимок свой туда подгрузить в общем буду пробовать будем использовать это единственный может быть минус вот если сравнивать две компании там была услуга для троих членов семьи здесь для одного члена семьи но в принципе тысяча что такое тысяча тысяча на сегодня это вообще мизер если разделить это на 12 месяцев до это получается там даже 100 рублей нет тогда мы с вами продолжаем дальше на сегодняшний день есть известные компании это apple это google ibm microsoft это айти компании которые на сегодняшний день занимаются предпродвижение здоровья например apple они занимаются носимыми устройствами и помощь при проведении медицинских исследований компания google она накапливает и анализирует данные для поддержки медицинских решений ibm распознавание изображений и ассистенты врача microsoft распознавание голоса и облачные технологии вы представляете да кто бы мог подумать что медицина теперь в приоритете даже и у этих компаний и вы наверное даже могли заметить если вы водитель вы делаете каско и там уже есть например вы можете подключить консультацию врача вы можете получить психологическую помощь за определенную плату по прогнозам в 2020 году объем расходов на мировом рынке здравоохранения составит более 10 триллионов долларов где рынок цифрового здравоохранения в 2018 году составил 86 миллиардов долларов а в 2025 году составит более 500 миллиардов долларов эти все данные были еще до пандемии сейчас конечно же эти данные гораздо увеличились и так значит миссия наша или миссия вообще как бы человека жить на опережение и заботиться о своем здоровье я записала видео своего личного кабинета обязательно опубликую на своей странице чтобы вы могли посмотреть что это такое может быть кому-то понравится вы сможете это приобрести вы можете мне написать хочу можете стать партнером компании можете стать просто клиентом и буквально за тысячу получать данную услугу что еще мы можем с вами там получить значит мы можем получить ветеринарную помощь мы можем получить консультацию психолога мы можем еще раз повторюсь выйти вот так в видео пообщаться с врачом и еще кстати немаловажно мы можем получить скорую помощь этот сервис помогает вызвать скорую помощь потому что ситуации бывают разные а я вот если честно до сих пор не знаю как в сочи вызвать скорую помощь зато сейчас я открываю данное приложение и вижу врач скорой помощи на связи то есть я могу вызвать и получить данную услугу замечательно просто также можно получить помощь по налогам по налоговому вычету за получение медицинских услуг тоже отлично все данные я подгружаю и получаю консультацию как это сделать отлично то есть это учит нас с вами жить сейчас на опережение потому что в наше время я считаю это просто необходимо и очень нужно вообще может быть вы слышали а может быть и нет что у нас существуют нейронные сети существует искусственный интеллект нейронные сети это мини-компьютеры которые могут развиваться которые могут учиться и которые позволяют все определять то есть мы с вами можем через нейронную сеть через искусственный интеллект получить и извлечь много информации могут также получить много информации и про нас что еще бы я хотела наверное рассказать а вот наверное о том что нейронная сеть на сегодняшний день даже определяет наш с вами кашель то есть не обязательно сейчас идти к врачу чтобы нас слушали мы можем просто покашлять загрузить наш кашель и получить результат поэтому предлагаю задуматься о своем здоровье предлагаю жить на опережение и использовать все возможности которые есть в нашем сегодняшнем мире и не бояться а научиться уже доверять и использовать онлайн сервисы всего доброго будьте здоровы и все и все и все